Девушки отдыхают А вот перемещение в будущее – другое дело Предположим, что мы построили ту самую машину времени И хотим отправиться прямо в 2045 год До этого там, в общем-то, не нужно много Нужно всего-навсего разогнаться до такой скорости Чтобы время для нас прошло незаметно Путешествовать в будущее мы фактически с вами прямо сейчас Потому что время течет вперед И мы невольным образом путешествуем в будущее Мы привыкли считать, что перемещения во времени должны быть мгновенными Наука говорит обратное Чтобы оказаться в будущем, нужно достичь скорости, близкой к скорости света Что пока практически невозможно Фантасты – движущая сила науки Еще 30 лет назад делать точные прогнозы погоды синоптики не могли Сегодня любой гаджет покажет температуру, давление и осадки Здесь в клинике я прошел полный курс омоложения Убавили морщин, прибавили волос, кровь перелили На 30-40 лет помолодел Прогнозы в отношении будущего сегодня делают и простые самарцы Я думаю, что косметологии, нанотехнологии тоже дойдут И до 100-150 лет то, что у нас заложено физиологией Хотелось бы каких-нибудь экологически чистых новинок Потому что что-то уже сил нет Мы так убиваем нашу природу всеми силами Так что я надеюсь, чистой энергии достигнем Летающее такси, электрошнурки на обуви и куртка, подгоняющая рукава по размеру Такого в наше время еще не встретишь 2015 год по версии режиссера фильма Роберта Зимекиса Похож на реальной, разве что разноцветной одеждой В 1989 году сценарист Боб Гейл описал 2015 год так, как он себе его представлял Интересного и полезного было немало Чего только стоит гидротировочный аппарат, способный превратить маленькую пиццу в огромную Я уже не говорю, что летающие автомобили могли бы запросто решить проблему пробок Что-то из фантазий удалось воплотить в реальной жизни Но к самым смелым техническим новинкам человечеству еще предстоит долгий путь Возможно, еще через 30 лет мы этого достигнем Нужно проверить Я отправляюсь в 2045 год Мариана Мирная, Максим Гусев, Константин Головин, События